Сколько украинцев планируют остаться в Дании после войны? Опрос. Дания предоставила убежище более 40 тысячам метров украинцев. После войны каждый второй хочет остаться в этой стране. Об этом свидетельствует исследование «Украинцы в Дании», которое провел Копенгагенский университет, сообщает РБК Украина со ссылкой на dr.dk. В масштабном опросе, в котором приняли участие около 7 тысяч украинцев, 49,5% респондентов сказали, что останутся в Дании даже после окончания войны. Такая большая доля желающих осесть в стране удивила исследователей, я не ожидала, что почти половина скажет, что хотят здесь остаться. Это стало для нас большим сюрпризом. Мы видим, что это группа, которая хорошо прижилась в обществе. Многие работают, много детей ходят в школу, рассказала ведущая автор исследования Карен Инги Корстофт. В июле этого года в Дании насчитывалось 20 700 украинцев в возрасте от 16 до 66 лет. Работа была у 10 371 украинцев. Многие выполняли работу в ресторанной и гостиничной индустрии, уборщиками или в сельском хозяйстве. В то же время, по мнению Карен Инги Корстофт, в желании остаться определенную роль может играть то, что война в Украине продолжается и многие собираются создать хорошую повседневную жизнь в Дании. Действие спецзакона для украинцев истечет 17 марта 2025 года. После этого особого отношения к украинцам уже не будет, условия будут как для всех остальных беженцев в Дании. Они должны вернуться в свою страну, если не получат убежище или разрешение на проживание. Ранее мы писали, что в Дании продлили разрешение на проживание украинцев до 17 марта 2025 года. После проверки дел беженцев виды продолжат автоматически. Также мы рассказывали, какие изменения для украинских беженцев готовят в Европе. Правительства обсуждают сокращение выплат и условий, на которых украинцы смогут остаться после войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.